Субтитры делал DimaTorzok Митинг на площади перед районным домом культуры Село Таглан сегодня 13 ноября в понедельник глава администрации Галского района Тимур-Надарая провел плановое совещание с начальниками отдела всех ведомств и служб. Начальник финансового отдела Нина Гунчаза и начальник налоговой службы Роберт Жиба отчитались о финансовых поступлениях, сборах налогов на землю и арендных платежей за последнюю неделю. Остаток земельного налога составляет 4 миллиона рублей. Глава района распорядился подготовить все необходимые документы для секвестирования районного бюджета. Это вынужденная мера, так как доходная часть бюджета сократилась. Глава дал ряд поручений, в частности начальнику Галводоканал Бочи Акулбая устранить все утечки водопроводной магистрали. Начальнику управления городского хозяйства Астамуру Асланзе создать комиссию по празднованию Нового года. Главному агроному Лере Шоне осверить списки налогообложений физических лиц. В завершение совещания глава района распорядился, чтобы отделы экономики и землеустройства помогли сотрудникам налоговой службы и главам администрации сел в сборе налогов и арендных платежей. 15 ноября глава администрации Тимур-Надарай провел совещание с главами администрации сел. Глава администрации Галского района Тимур-Надарай назвал требование посла Грузии демонтировать памятник жителям Сухума, погибшим в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах актом вандализма и агрессии. Начальник паспортного отдела Тимур-Миная сообщил, что выписано 1250 документов и доножительство, а выдано 906 документов. Все главы администрации села читались о налоговых поступлениях за прошедшую неделю. 17 ноября в центре города состоялся митинг-протест. Галцы призывают сохранить памятник в Шотландии в городе Келмарноке, который ранее был установлен погибшим защитником Абхазии в войне 1992-1993 годах. Смотрите расширенный репортаж с места событий. 17 ноября на площади перед районным домом культуры в центре города Гал состоялся митинг, организованный делом образования. Руководство Галского района и общественность выразили протест против решения властей Великобритании демонтировать памятник. Этот мемориал в шотландском городе Келмарнок представляет собой каменную плиту, на которой изображен абхазский флаг. Он был установлен в память погибшим защитникам Абхазии из Сухома, жертвам грузино-абхазской войны. 9 ноября посол Грузии и Великобритании Тамар Беручашвили выступила с инициативой сноса памятника. Местный совет города Келмарнок принял решение о его демонтаже. Участники митинга с транспарантами и лозунгами требовали сделать все возможное для его сохранения. Повод, по которому мы вынуждены были собраться и провести данный митинг, протест, это решение властей Великобритании о намерении демонтажа мемориала в шотландском городе Келмарнок. Установлены память об абхазских войнах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах. Митинг, протест, поддержку сохранения исторического наследия и памяти всех, кто погиб в войне за независимость в республике Абхазия в 1992-1993 годах объявляется открытым. В митинге в поддержку сохранения исторического наследия и памяти всех, кто погиб в войне за независимость Абхазия выступил глава администрации Галского района Тимур Надарая. Мы сегодня собрались выразить свое возмущение по поводу событий в далекой Шотландии, где власти города Келмарнок под давлением посла Грузии в Великобритании госпожи Тамар Беручашвили сносят памятник, памятник на фоне флага Абхазии, где было написано следующее в память о всех погибших в Абхазо-грузинском конфликте 1992-1993 годов в городе Папрадиме-Сухуми. Более 20 лет он простоял в одном из скверов города, но власти Грузии сделали все, чтобы его снесли. Сколько ненависти было в речи посла к Абхазии. Все это меня лично и многих вернуло в 1992 год, когда шевернадзевские молодчики, выпущенные из тюрм хедреновцы, прошли с огнем по Мегрели, потом торглись Абхазию, убивая, насилуя, сжигая архивы и уничтожая памятники. Они в это время не думают об этнических грузинах, мегрелах, которые живут в Абхазии. Гальцы для них в такие моменты не существуют. Хотя они не могут не понимать, что любое обострение между Тбилиси и Сухумом в первую очередь отражается на марзаканцах. Именно поэтому, раньше, чем в Сухуми и других городах Абхазии, мы собрались в центре города Гал, чтобы нас услышали. Хватит остановитесь, господа. Признайте независимость Абхазии и дайте людям жить спокойно и растить детей. Памятники можно сносить. Но разве можно стереть память народа? Память народа невозможно стереть. Начальник пресс-службы Бижан-Убири выразил свой протест, призвав местное население быть более активными и солидарными в этом вопросе. Время народа невозможно стереть. Медведь, поистину, призвучили воля и в том, что мы не будем жить в этом. Представители общественности, выступая перед собравшимися, были риски в своих высказываниях, призывая не оставаться в стороне в отношении политики властей Грузии, которая призывает к миру, но не делает ничего для его сохранения. Меглейское население Абхазии не может оставаться в стороне от такого отношения к истории наших народов, ведь народы Кавказа видели немало кровопролитных войн. Неужели все это можно забыть и своими же руками разрушить память предкам ради политики, которая столь переменчива? Все решения, направленные на снос этого памятника, отзываются болью в сердце каждого жителя Абхазии, независимо от национальной принадлежности. Мы малый народ, но понимаем, что хорошо и что плохо, и способны учиться на своих ошибках и не повторять их вновь. Не призывайте к миру, создавайте его. Спасибо. Я не понимаю, какие претензии имеют в стороне Грузии от Абхазского мемориала, как могут тронуть мемориал погибших героев в войне. Власть Грузии хочет, чтобы Абхазия зависла, но не от него. Но убить напрасно мы не приступим. Пролитную гроб наших против. Мы независимы от Грузии, мы свободнее народ, и никогда будет этого. Абхазский мемориал – это памятник наших героев. Они отдали жизнь за нашу родину, и мы будем защищать мемориал, пока есть Абхазия. Поступая перед участниками митинга, представители отдела образования назвали этот акт вандализма и агрессии возмутительным и неподобающим истинным горцам. Сегодня все население Гайского района, как и весь народ Абхазии, говорит нет демонтажу памятника погибшим жителям города Сухом, который поставлен в городе Келмарнок. Любой памятник хранит не только память о погибших, но и предостерегает подрастающее поколение от ошибочных шагов в истории, которые приводят к трагедиям. Молодежь должна не забывать трагедии прошедшей истории не только в плане патриотизма, но и для того, чтобы повторно не совершать тех ошибок, которые были допущены их старшими. Если кто-то осознанно пытается замести следы прошлого, то демонтажом гранитных плит прошлого не изменить. Есть память народа, народа прошедшего через огонь и воду, память, которая крепче и выше всех гранитных плит и памятников. Я хочу сказать следующее. Если в 92-х, 90-х годах, когда Грузия совершила агрессию против многонационального народа республики Абхазии, и молодчики с автоматом стреляли по нашим памятникам, великим деятелям Абхазии, таким как Дермит Гуля, Самсона Чанба, и Грузия могла это списать на неконтролируемых эмхедроновцев, сегодня мы отчетливо видим, что это возведен в ранг государственной политики республики Грузия. В Грузии меняются власти, в Грузии меняются президенты. К сожалению, государственная политика Грузии остается такой же, которой она была в напряжении многих лет. Агрессия Грузии продолжается и по сей день. Война с памятниками, война с историей, война с культурным наследием республики Абхазии является ничто иным, как геноцидом. И это должны понимать те люди, которые по всему миру поддерживают сегодняшнюю политику Грузии. Председатель районного собрания Юрий Пепескири в своем выступлении призвал к консолидации и народному единству. Пора успокоиться грузинскому руководству и смириться с той реальностью, которая сегодня есть. Но нет, этого мы не видим. К сожалению, наоборот, все чаще и чаще слышим выступления грузинского руководства, ученых, историков, которые вдалбивают своему народу, особенно подрастающему поколению, что это Абхазия, это часть Грузии. Это его неотъемлемая часть. И скоро или не знаю, после, все равно они надеются, что Абхазия опять будет в составе Грузии. Всячески стараются помешать нашему развитию, перекрывают все дороги нашей молодежи. То, что сегодня хотят сносить памяти к абхазским войнам с абхазским флагом, это уму непостижимо. Цивилизованный народ такое себе не позволит. Тем более грузинский народ с древней культурой, литературой, искусством, прекрасными народными традициями такое себе не должно позволит. Все эти выступления, все эти высказывания и их действия по отношению к абхазскому народу дают обратную реакцию. А это, в свою очередь, коснется жителям Кальского района. Чтобы этого не случилось, мы должны сегодня сказать свое веское слово. Не мешайте нам, мы живем с абхазцами и впредь будем жить с ними, строим вместе свое будущее и будущее наших детей. В совершении митинга была принята резолюция, в которой участники обратились ко всем международным организациям, к сопредседателям женевских дискуссий и властям Абхазии, сделать все возможное, чтобы сохранить памятник в городе Килмарнак. Если же памятник не будет сохранен, то установить его точную копию в городе Сухом по улице Шотландской. Общественность Галского района поддерживает все усилия МИД страны по сохранению памятника в городе Килмарнак. Нельзя демонтировать памятники, которые представляют собой историческую и духовную ценность. Никто не в силах стереть память народа подобными актами вандализма. Анжела Убилава, Ника Гачава, Парис Цацуа, Калтова. Управление городского хозяйства проводит замену водопровода по улицам Сухумская и Чехерия. Об этом в нашем следующем репортаже. Вот уже 20 лет, как водопроводные трубы по улице Сухумская никто не менял. Критическая степень изношенности водопроводных труб привела к тому, что жители этой улицы остались без воды. После того, как они обратились с этой проблемой к руководству района, этот вопрос был решен. Вот уже несколько дней работники городского хозяйства ведут работы в этом направлении, которые завершатся уже в среду. Вода, которая просачивалась сквозь трубы, не только не доходила до жителей в полном объеме, но вымывала и разрушала проезжую часть дороги, нанося двойной ущерб. О финансировании и проведенных работах рассказал эксперт водопроводного хозяйства Палико Чаава. При финансировании городского хозяйства по улицам Сухумская, Чехерия проведены водопроводные сети трубопроводом диаметром Т63. Частично помогли население. Работа ведется темпом. Заканчивается в пару днях, в вторник или в среду. За один объект трубопровод был изношен. И из-за этого получали частично по улицам некоторые люди отечения. Было потери воды много. И угробил проездной часть дороги тоже. А сейчас вот эта работа кончается на днях и будет все благополучно. В Польше половина самых поврежденных мест восстановлена. Жители с облегчением могут вздохнуть, так как проблема с водоснабжением решена. Оно восстановлено, кстати, не без помощи самих жителей, которые сами принимали активное участие. 20 лет на улице Сухумская, город Гал, не было воды. С помощью администрации и посильного нашего труда в конечном итоге вопрос отрешен. Большая благодарность администрации за поддержку. С сегодняшнего дня все население нашей улицы, нашего города будет благодарно вам. Жители выразили благодарность, что администрация города, а в частности работники городского хозяйства и Гал-водоканала откликнулись на их просьбу и обеспечили их водой в полном объеме. О жизни села Таглан и его жителях, о трудностях и изменениях в нем за последнее время наш следующий расширенный репортаж. Село Таглан в Галском районе расположено в 9 километрах к югу от райцентра Гал у реки Ингур. На западе оно граничит селом Батайгуара, на севере селом Сида, а на востоке селом Хьяцха. В Таглане проживает 1246 человек, это 400 дворов. Основное население села имеет подсобное хозяйство, где разводят коров, свиней, индюшек, кур, а на приусадебных участках выращивают фруктовые деревья и кустарники. Это киви, мандарины, тыквы и фихуа. Поля засеяны основными сельскохозяйственными культурами – кукурузой и фасолью, которая к этому времени уже собрана. Основной источник дохода – это выращивание и продажа ореха фундука. Но из-за низкой урожайности и плохого качества ореха в этом году многие жители находятся в бедственном положении. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok В центре села расположена администрация, общеобразовательная тагланская средняя школа, мидпункт и магазины. Но главной достопримечательностью села являются развалины крепостей, святилищ, храмов и церквей, которые представляют собой историко-культурное наследие. Глава администрации села Гиви Шария рассказал о жизни в селе, проводимых работах и предстоящих планах. Тагла 650 тысяч рублей мы начислили, поменяли в целом километров пять электролиния. У нас насчет электролинии, насчет этой энергии вообще был ужас, что здесь творилось. Самый принципиальный, самый хороший вопрос это решили. Дорога, вы сами видите, такая нормальная дорога, это благодаря главе администрации, это нормальное состояние. Вадим, мы сами дома имеем колодец, но сейчас вопрос подняли, я надеюсь, что это тоже будет. Трансформаторы поменяли, линию полностью поменяли. Футбольное поле, ну я собирался, не повезло, честно говоря, не повезло, что никто не собирает, ничего нет, копейки никто не зарабатывает. А то в этом году у нас повезло бы, да, допустим, орех пил бы, да, мы точно хотели вот рядом стадион. Это тренировочная база была, Гали, там, Зиури, Гали, тренировочная база была, такой стадион никто не имел. Я хочу, с своими силами хочу как-нибудь, знаете, подравнять, там, кое-что доделать там. При возможности, да, вот сколько мы возможности берем, так и действуем. Шитель села Таглан Яша Гварамия сказал, что необходимо разровнять и огородить близлежащую территорию административного центра. Все, все, вот, конторы наши находятся в очень тяжелом состоянии, вот видите, что там лежит, что там воняется, это все надо убирать, все надо очистить, все надо сделать. Не имеем это богатство столько, если вы поможете, да, что-нибудь делайте хорошего, дай Бог вам здоровья. Здесь же рядом расположена Тагланская средняя школа. Раньше их было две, но из-за малочисленного количества обучающихся в результате оптимизации неполная средняя школа была закрыта. Несмотря на это, все учащиеся были распределены по разным школам, а учителя трудоустроены. По словам директора школы Тимура Жулогу, а школа имеет большую историю и является одной из ревнейших в Абхазии. Трудно было работать, но с усилиями коллектива, людей здесь живущих, неправедливости в организации сейчас, так или иначе нормальные условия у нас. Эта школа вообще имеет очень большую историю, здесь вообще работали очень такие большие педагоги, сослуженные педагоги Абхазии, отличники народного образования, такое тоже существовало раньше. Сейчас в школе обучается 106 учащихся, преподавателей 24, среди которых есть высококвалифицированные работники образования первой и второй категории, заслуженные учителя. Вот уже три года, как процесс обучения в школе проходит на русском языке, что создает определенные сложности. Но несмотря на это, ребята делают определенные успехи, а некоторые из них и вовсе являются победителями районных и даже республиканских олимпиад. Несмотря на то, что кандидат не так уж большой, 106 учеников, но мы можем гордиться тем, что не имеем три победителя республиканской олимпиады. Это сельские школы, такое никто не имеет. Три раза подряд наши дети победили в олимпиаде по математике. Даже министр дал от группы Атаевы, знает их на лицо. Вот такие успехи. И в районной олимпиаде тоже принимают наши дети участие. Вы знаете, что уже третий год нас перевели на русский язык обучения. Более-менее дети получили. Еще труднее для учителей, но учителя каждое лето ходят на переквалификацию. Стараются, это дает лови. Развалины церквей Цепурия расположены рядом с красивой речушкой Хая. Самхар и Чеохвами, над которыми в свое время работали миссионеры Арканджело Ламперти и Дон Джузеппе Джудотчи. Об истории этих крепостей святилищ, красота и великолепие которых завораживает, рассказал житель села историк Онерик Иртбая. Это здание построено было в первом половине 17 века. Здесь работал папа Джадрува. Ну, раньше, когда человек умирал, его хоронили. Сначала возили в церковь или как бы. Ну, что известно, здесь, особенно нападение, когда турки напали здесь, отогнали отсюда. И так название тоже зависит от этого таглан, тагилон, ну, племени, например, допустим. Ну, вот сейчас, что касается, вот сохранилось только вот это. Только вот это на сегодняшний день. У нас есть еще в селе Цепурия называется, а там есть в первом таглан тоже известные, вот памятники. К сожалению, сейчас вот везде такая обстановка, везде одинаковая. Долгожитель села Илья Шарий, о котором у 90 лет, рассказал о том, как живется сельчанам, что их тревожит и что изменилось за последнее время в таглане. Готовимся к зиму. Есть у нас и дрова, есть у нас и хлеб. Я получаю пенсию, она получает пенсию. Никто не беспокоит теперь. За последнее время что-нибудь изменилось в селе? К лучшему идет. Посмотрите, асфальт какой у нас. Асфальт хороший. Никто не беспокоит. Платить надо за землю налог. Не платить некоторые, так как цены на орех упали. Вот. А я стараюсь. Я обязательно буду платить налоги. Даже с прошлого года мы живем здесь неплохо. И не только в селе, в районе. Жизнь села постепенно набирает обороты. Несмотря на безработицу и проблемы с документированием, жители села не потеряли веру и надежную в светлое будущее. Ника Гачава, Анжела Убилава, Парис Цацува, Кал-ДВ. И в завершении информационного выпуска коротко о погоде. На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok